Здравствуйте! Сегодня я вас приветствую в нашей онлайн-рубрике «Тема дня». Сегодня я хочу вам рассказать о появлении барокко в архитектуре России, приходит с которой на первую половину XVIII века, отразив укрепление монархии в стране. Благодаря реформам, которые проводил Петр I с 1689 года по 1725 года, растет торговля в России и с другими странами, расширяются культурные связи. Развитие страны требовало новых административных зданий, гостиных дворов, предприятий. В этот период совершается система нормативов в строительстве. Барокко в России развивалось иначе, чем в Европе. Европейская барокко возникла в результате эволюции стиля Ренессанса, а в России барокко было привнесено и соединилось с традициями русского зодчества. Для того, чтобы увеличилось количество мастеров в стране, Петр I в разные страны Европы посылал на учебу талантливых молодых людей, однако зодчей все равно не хватало, и в страну были приглашены иностранные архитекторы и скульпторы. Творение архитектора в стиле русского барокко в Петербурге. Это Зимний дворец. Памятник архитектуры русского барокко служил резиденцией российских императоров с 1754 года по 1762 года. Архитектор Растрелли. В плане дворец представлял собой каре с внутренним двором. Парадное звучание зданий подчеркивает пышная отделка фасадов. Далее, Воскресенский Новодевичий Смольный монастырь в Петербурге. 1748 по 1764 года. Архитектор Растрелли. Далее я вам покажу Никольский военно-морской собор. Морской собор святителя Николая Чудотворца и Боегоявления. Строительство с 1753 по 1762 года. Архитектор Чевакинский. Пятиярусная колокольня в Троицкой Сергии Лавре в Загорске. Строительство с 1741 по 1770 года. Архитектор Ухтомский. Далее я хочу вам показать дворец Монт-Плезир. С 1714 по 1721 года строительства. Архитекторы Браунштейн, Лебло и Микетти. Обратите внимание на здание Кунсткамера. Года строительства 1718 и 1734 года. Далее Лефортовский дворец. Архитектор Аксамитов. Строительство окончено в 1698 году. Церковь знамения Пресвятой Богородицы была сооружена по заказу князя Голицына. Года строительства с 1690 года по 1704 года. Появление разновидностей русского барокко связано с тем, что Петербург становится новой столицей России. Это был развивающийся город, в котором строили по новым правилам и соответствие с европейскими канонами, хотя и с учетом местных особенностей. Москва оставалась патриархарным городом, в котором были сильные национальные устоявшиеся традиции в архитектуре. Спасибо за внимание. До новых встреч.